Приветствую вас, и вы знаете, давайте мы с вами опустим вопрос о том, насколько это опосредовано, насколько это обусловлено, насколько это естественно и так далее. Этот вопрос давайте мы оставим, потому что на протяжении разных эпох, на протяжении различных исторических периодов, взглядов, вопрос о ориентации людей, о сексуальной ориентации людей рассматривался по-разному. Когда-то это не считалось нормой, это осуждали и, в общем-то, чуть ли не преступление это было. Потом произошла сексуальная революция, которая показала, в общем-то, что все это вполне нормально и естественно, и что в природе есть процент таких же особей, и что ничего психиатрического в этом нет. Но это лишь точка зрения. И знаете, как любые точки зрения, они имеют и положительные стороны, и отрицательные стороны также. Я хочу сказать вам другое. Вообще, именно психоанализ считает, что любая нетрадиционная ориентация является отклонением. И следствием травм и переживаний, полученных в детстве. Ну, например, ваш брат, да, он имел проблемы с отцом. Ну, отец его не захотел воспитывать, не хотел с ним быть и просто-напросто отдал вам. И мальчик считает, скорее всего, считает себя недостойным любви прояваться. А отцомской любви он хочет. И это, как вариант развития его комосексуальной ориентации. Но понимаете, в чем дело? Бывают и такие случаи, когда в семье, в семье, все в порядке. Когда и мама, и папа любят ребенка. А он все равно чувствует влечение к людям своего пола. Неважно, девочка или мальчик. И что делать тогда? И человек действительно мучается. Человек психически здоров. Абсолютно никаких травм нет. Абсолютно нормальный ребенок. И в этой ситуации, нужно понимать, что современное общество сейчас достаточно толерантное по отношению к подобного рода вещам. И люди твердо убеждены, они твердо считают, что имеют право на то, чтобы быть теми, кто они есть. По их мнению, не скрываться и так далее. И поскольку мы с вами живем в определенную эпоху, Когда в обществе бытуют такие вот взгляды, нам ничего не остается, кроме как принять эту позицию, если она делает человека счастливым. И вот я рекомендовал бы вам, хотел бы, чтобы вы, и именно так, а не иначе, воспринимали эту ситуацию. Чтобы вы, чтобы вы ориентировались не на научные теории, не на точки зрения и даже не на моду, А только лишь на то, что делает вашего брата счастливым. Простите себя, причиняет ли он кому-нибудь зло, боль и так далее. Но я думаю, скорее всего, вы скажете нет. Никому он ничего плохого не делает. Пропагандирует ли он свои взгляды на интимные отношения? Но опять же, скорее всего, вы скажете, что нет, не пропагандирует. Если вы его воспитывали, то я более чем уверен, что ничего такого не было. Более чем, в этом я уверен. Это значит, что ваш брат, он живет так, как считает нужно. Он живет так, как хочет. И он, что самое главное, никому не вредит. И вот то, что он никому не вредит, это самое главное. И поэтому его можно, его можно оставить так и просто порадоваться за него. И здесь на самом-то деле не столь важно, норма это или нет. Главное, чтобы он был счастлив. Главное, чтобы вы видели, что он там, где он хочет. Он сам поймет, что это просто увлечение, это просто дать моды, как вы говорите. А может быть, это любовь на всю его жизнь. Мы этого не знаем. И вы этого не знаете. Но никто не вправе решать, когда дело касается личной жизни, что правильно, а что нет. Никто не вправе судить личную жизнь других людей до тех пор, пока она, эта личная жизнь, является только личной. Надеюсь, вы поняли мою мысль. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...